Давайте мы помолимся, чтобы Господь благословил это Слово. Вы верите, что Господь сегодня хочет что-то сказать вам? Вы хотите это принимать? Поэтому давайте скажем, Господь, я хочу принять то, что Ты имеешь сказать мне сегодня. И мы просим, открой наши сердца, Господь. Мы просим, дай нам вместить это Слово, Господь. Дай нам вместить эту пищу, которую Ты хочешь сказать нам. И, Господь, мы просим Тебя, измени нас, чтобы Твое Слово, оно меняло нас, чтобы мы не остались прежними. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Я верю, что Бог, Он всегда хочет работать над нашей жизнью. Я верю, что Он всегда заинтересован в том, чтобы мы не остались прежними. Аминь. И это очень важно, потому что нас одолевает суета, мы так много делаем. Делаем все. И знаете, можно войти в рутину, можно привыкнуть и остаться на одном и том же уровне. Но что говорит Писание? Написано, что совершайте свое спасение. То есть мы всегда должны думать о том, как я могу быть лучше, как я могу послужить. Как Яна говорила, кто-то позвонил, сказал, что чем я могу помочь, кого я могу благословить. То есть всегда мы должны думать о том, Господь, как Ты хочешь поработать в моем сердце. И сегодня бы хотелось поговорить о том, что у Бога есть универсальный ключ. Вообще, Царство Божие, оно имеет ключи. То есть есть много дверей, да, есть много ключей. Но есть один универсальный ключ, это очень важный ключ, это прощение. И почему я хочу говорить на эту тему? Потому что, братья и сестры, это касается каждого из нас. Я думаю, что мы живем в реальности этого мира. Мы не летаем, ангелы еще в небесах, да. Я помню, я приехал в библейскую школу в 90-х годах. И знаете, вот первый день библейской школы, учителя, праздничные открытия, все так хорошо, молитвы. И знаете, все как ангелы такие. Знаете, вот, слава Богу, брат, слава Богу, сестра, я люблю тебя. Но потом, когда начались будни, оказалось, что нужно позаботиться о столах, сварить что-то покушать, накрыть на столы, принять дежурство, помыть туалеты, машина приехала разгрузить гуманитарку. И вот здесь-то все и началось. Кто в лес, кто по дровах, кто прятался в шкаф, кто убегал, кто из-за того, что нагневался кастрюлю, супа на кого-то выливал и так далее, и тому подобное. То есть Господь, Он эти все вещи проявлял, и Он через многих учителей, которые тогда были, Он говорил, что Бог хочет работать над вашим характером, Бог хочет работать над вами. И я запомнил эту мысль, что Бог, Он всегда работает в нас. И наша задача — это позволить Ему работать в нас, потому что это очень важно. И сегодня мы будем говорить о прощении, потому что это касается каждого из нас. У нас будут слайды, которые будут выводиться, поэтому вы будете видеть все основные пункты, это будет для удобства. Единственное, что у нас времени мало, потому что немножко задержали. Если мы уйдем немножко позже домой, я думаю, это нормально будет сегодня. Вы хотите получить пищу от Господа? Вы хотите, чтобы Господь сегодня накормил вас? Аминь. Это будет учение. Поэтому будет много мест Писания. Берите ручки, заметки, берите Библии, свои телефоны и так далее. Итак, мы говорим о нужде прощать других людей. Итак, первое. Почему мы должны прощать сегодня? Ну, прежде всего, мы прощены. Аминь. Бог простил нас. Что делает сатана? Он помнит наши грехи, он всегда напоминает, он нашептывает. Ах, ты такой, ах, ты сякой, ты вот там упал, ты вот то сделал. Через других людей это может быть или просто мысли в нашей голове. А Бог, Он простил и написано не вспоминает. Как сказала сегодня прекрасная девушка в красном, что Бог забыл. Слава Богу, что Он забывает, да, что Он не вспоминает. И получается, что точно так же и мы должны прощать. И Писание у нас, Исход 34 глава, 6 стих. Прошел Господь пред лицом Его и возгласил. Господь, Бог, человеколюбивый, милосердный, долготерпеливый, многомилостивый и истинный. Всем видно хорошо? То есть это характер Бога. То есть мы должны молиться так, чтобы Господь помоги и нам иметь эти черты в своем сердце. Какая зачастую первая реакция может быть у нас, когда нам причинили боль? Когда что-то не по-нашему, когда нас обидели. Первая реакция, мы начинаем воевать против крови и плоти. И начинается критика, осуждение других. А вот послушай, что случилось со мной, а вот как со мной могли так поступить и так далее и тому подобное. То есть первая реакция плотская идет, это мы воюем против крови и плоти. Что Писание говорит нам? Что наша брань не против крови и плоти, но против духовной части поднебесной. То есть мы знаем, чьи это проделки. Мы знаем, чьи это проделки. Это проделки дьявола. Поэтому Божье сердце, оно другое. И нам часто надо молиться, Господь, дай мне прочувствовать Твое сердце. Потому что, когда мы посмотрим в свое сердце, зачастую нет там этой любви, нет там этого прощения, нет там этого сострадания, много еще чего там нет. И нам надо говорить, Господь, мы часто молимся, когда мы консультируем людей. Господь, дай нам Твое сердце для этого человека, чтобы я мог прочувствовать. Тогда Бог дает и пророческое слово, тогда Бог дает сострадание, любовь к этому человеку. И еще один простой ответ на вопрос, почему нам нужно прощать, потому что Иисус заповедал нам в это. Иисус сказал, прощайте, и прощено будет вам. Аминь. То есть на этом можно было вообще закончить эту проповедь. Иисус сказал, мы сделали. Но почему-то не так все просто получается. Почему-то есть много случаев, когда из-за непрощения человек уходит из церкви, человек уходит из общения, человек обижается. Знаете, вот сводки в новостях. Сидели два мужика, выпивали, и тут у кого-то гнев поднялся, он убил другого. Все. То есть вот как бы раз и сработало. Вот так вот дьявол быстро действует. Вот это поднимается против кого-то, и человек уже готов все. Человек уже готов вплоть до того, чтобы убить кого-то, задушить кого-то и так далее. Следующий момент. Девушки отдыхают. Потому что эта молитва, она запоминалась, и эта молитва, она несет в себе глубокий смысл. Если мы хотим, чтобы мы были прощены, мы должны прощать людей. Тем более, что мы являемся учениками Божьими. Тем более, что он, когда Иисус возносился на небо, он сказал, что идите и научите все народы Ивангелия Царства, уча соблюдать их то, что я заповедал вам. Что он заповедал нам? Нести послание Евангелия, и в том числе прощать, потому что мы прощены. Он показал нам, как служить. Он умыл ноги ученикам. Это хороший пример. Это хороший пример. Он умыл ноги ученикам, чтобы он показал нам, как мы должны служить другим людям. Что не все верится вокруг нас, что служение это не о нас, служение это о Боге. И прежде всего мы здесь, братья и сестры, чтобы послужить людям, послужить Богу, послужить кому-то, то, о чем мы говорили вначале. Поэтому Иисус учил о прощении. И прощение является одним из самых главных ключей. Важно, что мы прощаем не только своими устами. Да я его простил. Знаете, как люди говорят. Спрашиваешь у человека, да, то есть, есть ли у тебя люди в жизни, которых тебе необходимо простить, из-за которых грустно сердце. Нет, нет, нет. Я всех простил, ни на кого я не держу зла. Но знаете, когда посмотреть свое сердце по-настоящему, Давид говорит, ты следи мое сердце, Господь, да, не на опасном ли я пути. Это может быть опасный путь. Потому что, когда мы посмотрим свое сердце и попросим Духа Святого, чтобы Он показал нам наше сердце, мы увидим, что лукаво сердце человека и крайне испорчено. И что нам есть за что прощать, и нам есть за что каяться. Давайте посмотрим Матфея 18 главу с 21 по 35 стих. Здесь содержится очень такая поучительная история. И мы ее прочитаем. Матфея 18, с 21 по 35. Возьмем с 23. «Посему Царство Небесное подобно царю, который захотелся считаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему десять тысяч талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его, жену его и детей его все, что он имел, чтобы заплатить. Тогда раб тот пал и, кланясь ему, говорил, «Государь, потерпи на мне, и я все заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его долг и простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему сто динариев. Схватил его, душил, говоря, «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам, умолял его и говорил, «Потерпи на мне, и я все отдам». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видя происшедшее, очень огорчились и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает и говорит, «Злой раб, весь долг тот я простил тебе». «Потому что ты упросил меня». Не надлежало ли тебе помиловать товарища твоего, как я помиловал тебя? И, разгневавшись, государь его отдал истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату, своему согрешения его. Очень поучительная история. И нам нужно здесь такие вот небольшие сравнения сделать, чтобы понять величину вообще этих долгов, о которых здесь говорится. Значит, 10 тысяч талантов, которых был должен первый человек, которому было прощено первому слуге. Давайте посчитаем. Один талант – это зарплата работника за 20 лет. Это 6,3 килограмма серебра. 6,3 килограмма серебра – один талант. То есть 10 тысяч талантов – это 200 тысяч лет работы, или 630 тонн серебра, или на наши деньги 6 миллионов 244 тысячи долларов. Если это посчитать в железнодорожных вагонах, то это 10 железнодорожных вагонов. Вот такой был долг. Я вообще не знаю, чем занимался этот слуга. Может быть, он занимался коррупцией в особо крупных размерах, и вообще откуда такой долг мог взяться. Но вы просто представьте величину этого долга. То есть выплатить он его все равно не мог. То есть вот только его посадили, и жену, и детей ему грозило полное. И второй слуга должен был 100 динариев. Это 100 дней работы, 1 динарий – это 6,3 грамма. То есть 100 динариев, 630 грамм серебра, на наши деньги 62 доллара. То есть смотрите, сколько было прощено ему, а ему должны были 62 доллара. И он пришел и начал душить этого человека, чтобы тот ему отдал долг. И какое вот хорошее здесь сравнение. Что нам простил Иисус, и что иногда мы не прощаем другому человеку, который что-то сказал, что-то сделал или не сделал. И мы начинаем говорить об этом, мы начинаем с другими говорить об этом. Как несправедливо с нами поступили. И посмотрите, я на троне. Как несправедливо со мной поступили. С моим эго, с моим я. Потому что я в центре, а не мы должны быть в центре. В центре Христос, братья и сестры. В центре должен быть Христос, и мы служим Ему. Кто-то сказал, что держать непрощение обиду против кого-то – это как пить яд, ожидая, что от этого умрет другой. Когда мы не прощаем, мы от этого же и страдаем, наказывая самих себя. То есть человек говорит, я никогда его не прощу, я никогда его не прощу. Этому человеку ему там все равно, простишь ты его или нет, ему по барабану, грубо говоря. Это важно нам. Это важно нам, чтобы наше сердце исцелилось, чтобы наше сердце не было горечи. Написано в Писании, что всякий горький корень осуждения нужно вырвать из своих сердец, братья и сестры. Чтобы его не было там, чтобы он не заражал нас, чтобы он не заражал других людей. Аминь. И 35 стих говорит очень важные слова. Так и Отец мой небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брата согрешение его. То есть точно такая же участь ждет нас, если мы не простим должникам. И причем не простим от сердца, то есть не простим по-настоящему. И казалось бы, ну если все так серьезно, значит уже христиане свободны от непрощения. Значит никаких споров, ссор и обид и так далее. Но практика говорит о другом. Практически на каждом служении, консультировании, которое мы проводим, так или иначе человек связан непрощением. Из-за того, что происходило в его жизни. Я помню, я служил одному мужчине, над которым издевался его отец. Он бил его сильно. Когда отец приходил в дома, прятали все, кто куда, кто под кровать, кто за штору. И он находил их и бил, и избивал. И когда мы начали работать над отношениями с отцом, я понял, что мне нужно попросить прощения от лица отца. И когда я это сделал, его лицо покрылось краской такой. И я увидел большой гнев на его лице, и он готов был меня растерзать. Потому что этот гнев, он был внутри, он отравлял его жизнь. Он мешал его служению, он страдал из-за этого. То есть такое вот сильное было непрощение, с которым нужно было разбираться. И это вызов каждому из нас разбираться с этим в своем сердце. Дальше идем. Мы можем получить прощение от Бога лишь в том случае, если прощаем других людей. Матфея 6 глава, 14-15 стих. У вас есть на экране. Если вы будете прощать людям согрешения, то простит вам и Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения, то и Отец ваш не простит вам согрешения ваших. Здесь очень прямо сказано. Если мы не прощаем, это блокирует Божие прощение в нашу жизнь и Божье присутствие в нашей жизни. В английском языке есть такая поговорка. We never more like God when we forgive. Это означает, мы никогда так не похожи на Бога, как во время прощения. То есть даже мирская поговорка говорит о том, что когда мы прощаем, когда человек принимает решение простить, он похож на Бога. Потому что Бог дал нам такую заповедь. Он пострадал за нас и висел на кресте и прощал нас. В этом есть смысл. Дальше. Иисус учит, если мы имеем что-либо на кого-то, это повлияет на наши взаимоотношения с Ним. Марка 11 глава, 25 стих. И когда стоите на молитве, прощайте, если что, имеете на кого? Дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. То есть, другими словами, когда мы не прощаем кого-то, и мы идем, чтобы быть близко к Богу, чтобы молиться, чтобы пройти на энкаунтер, мы не будем чувствовать эту близость к Богу, потому что есть преграда. Я помню одну историю о миссионере из Африки. Назовем его Роберт. Он был служителем, у него было много людей, он был евангелистом. И вот пришло время очередного крюсейда, служения большого. Его ждало много людей. И как-то получилось так, что перед выходом он поссорился со своей женой. И они там сильно поссорились. Он там вышел, дверью хлопнул и пошел, потому что за ним уже подъезжала машина. И Господь ему сказал, Роберт, иди и попроси прощения у своей жены. Он говорит, Господь, мне нужно ехать, меня ждут тысячи людей, машина уже там подъезжает. А Господь ему второй раз говорит, Роберт, иди попроси прощения у своей жены. Он говорит, Господь, машина подъехала, люди меня ждут, я буду ехать. Господь говорит, ну хорошо, ты едь, а я останусь с твоей женой на кухне, буду ее утешать. И он понял, что все-таки если он поедет без Бога, то ничего не случится на этом служении. И он вернулся, он попросил прощения, они примирились, и пробуждение началось прямо там на кухне, где они находились. И оно перешло на эти тысячи людей. И многие люди пришли к Богу. Вы знаете, прощение, оно открывает двери. Это универсальный ключ, который помогает, который освобождает, который решает многие проблемы. И наоборот, из-за непрощения человек находится в рабстве. Следующее, оказывая милость, мы будем помилованы. Луки 6, 35-38. Не судите, и не судимы будете. Прощайте, и будете прощены. Давайте и дастся вам. Какой мерою меряйте, такое будет отмерено и вам. То есть, чем больше мы являем людям благодати, тем больше Бог дает благодать нам. Знаете, нам много может не нравиться в этой жизни. Нам люди могут не нравиться. Как в этом анекдоте, где сидит и соловей-разбойник плачет. Подходит к нему и спрашивает. Соловей-разбойник, почему ты плачешь? Да вот Добрыня Никитич опять выбил мне зуб. А что ж такое? Почему вы не можете договориться? Все ему не так. То низко летишь, то громко свистишь. Понимаете, точно так же и нам может быть. Все не так. Кто-то пришел там, не улыбнулся. Кто-то там прошел мимо. Кто-то там не дал денег, когда попросил у него. Кто-то еще что-то. Понимаете? И мы начинаем вот эту обиду развивать в своем сердце. Но Писание говорит нам, что когда мы не судим, когда мы прощаем, тогда Бог точно так же прощает нас. И глубокие мысли сокрыты в этих словах. Следующий момент. Иисус показал, как нужно применять этот Божий универсальный ключ. Луки 23 глава 34 стих. Там говорится, прости им, ибо не знают, что делать. Когда Иисус висел на кресте, вы представляете агонию и боль, которую Он переживал там? Вы думаете, легко было Ему простить? Люди, которые нас смехались, люди, которые сбивали, люди, которые с презрением к Нему относились, которые смехались. Вот кто Мессия у нас. Сейчас Он тут повисит у нас на кресте. И даже в такой агонии Он показал нам, братья и сестры, как нужно себя вести. По отношению к своим врагам. Он благословил, и Он говорил, когда Он высел, Он говорил, Отец, не вмини им этого греха. Не вмини им этого греха. Какой пример для нас? Как мы можем хотя бы приблизиться к такому отношению? Только благодаря Его присутствию и силе Духа Святого. Ефесянам 4 глава 32 стих говорит. Но будьте друг к другу добры, сострадательны и прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Итак, тест на прощение. Как мы можем увидеть, что мы простили человека? Как бы мы отреагировали, если бы увидели или услышали об этом человеке? Или если бы мы шли по дороге, и он бы шел навстречу? Некоторые говорят, я бы перешел на другую сторону дороги. То есть это и есть тест на то, простил ты или нет. То есть когда ты вспоминаешь об этом человеке, какие у тебя чувства внутри? Что нужно для того, чтобы прощать? Второй пункт. И кого нужно прощать? Ну, конечно же, прощать нужно всех, кто причинил нам боль. Прощать нужно за то, что с нами в жизни произошло, что также травмировало нас. Многие люди прежде всего должны прости своих близких людей, в первую очередь своих родителей. Когда слушаешь истории людей, которые рассказывают о своей жизни, как жизнь была сломана. И ты думаешь, Господь, ну как вообще жизнь может быть настолько поломанной? Настолько враг так много сделал в жизни? Потому что люди рассказывают, как с ними поступали. И многие рассказывают о своих отцах, что отцы их не обнимали, отцы не проводили с ним времени, отцов не было. Или даже отцы и матери, да? Они были безразличны. И это травмировало людей. И, конечно, может быть, отец обеспечивал, может быть, он любил таким образом, но не было этих близких отношений. То есть человек может также пострадать не только из-за того, что ему сделали плохое, но он может также пострадать из-за того, что ему не сделали хорошего. То есть нам нужна была любовь, нам нужно было внимание, нам нужны были близкие отношения, потому что отец в семье — это прообраз Бога. И человек приходит в церковь, а я не чувствую Бога, я не радуюсь во время прославления. Все говорят, Бог говорит, а мне Бог вообще никогда не говорит. Потому что земной отец, он не дал этого примера, да? Его не было, или он был безразличный. И сложилось такое мнение, что да, небесный отец, да, есть, он где-то там, как сегодня сёстры говорили тут на сцене. Он где-то есть, да? Он где-то хороший там, где-то живёт там, да, дедушка. Но мы тут живём себе, ему всё равно до нас. Вот такое вот мнение может быть людей. То есть нужно простить также за то, что мы не получили в своей жизни. И многие люди, они имеют большое непрощение к своему отцу или матери. Буквально недавно я тоже служил, и говорили, что я вообще не воспринимаю, это вообще, она мне не мать. Ну, вы подумайте о таких словах. Значит, человек говорит на консультирование, а что ему говорила родная мать? Чем тебе лучше, тем мне хуже. Вы можете вообще себе такое... Я сижу, и я вообще не могу понять, как. Такое может быть, но такое бывает. И в церковь мы приходим, аллилуйя, всё хорошо, слава Богу. Но если в сердце мы с этим не разбираемся, или, допустим, человек не получил наследство, и он всю жизнь не может простить своего отца или мать за то, что он не получил наследство, а кто-то там получил, понимаете? И он всё время говорит об этом. То есть, если мы не разбираемся с этим, то у нас есть проблема, у нас есть проблема, которую надо решить. Это блокирует наши отношения с небесным отцом. Нам нужно с этим разобраться. Мы должны простить тех, кто причинил нам боль своим грехом, а также тех, кто не сделал нам доброе, что должен был сделать по Божьему замыслу. Прежде всего, это близкие люди, родители, учителя в школе, родственники, друзья, знакомые люди. Помню один пример, когда две девочки, они выросли в церкви, и они учились играть на клавишах. И вот у обоих хорошо получалось, и когда они выросли до определенного возраста, одну из них взяли играть на клавишах в группе, а вторую не взяли. И вот как следствие, вот эта вторая сестра, это были родные сёстры, она обиделась на эту первую сестру и на людей в церкви, и они не разговаривали между собой 20 лет. Вот что делает непрощение. То есть дьявол, он всячески хочет между нами посеять такое вот непрощение, обиду. И когда человек не разбирается с этим, что происходит? Он начинает говорить об этом, но уже с кем-то другим. Звонит, а ты слышал, что произошло? Взяли вот, да, меня не взяли. Но как это так? Я же столько времени служил в этой церкви. Я же столько дал. Ну как они могли? И потом, ааа, и потом всё. И это, понимаете, как зараза, как грипп, как ветрянка. Это болезнь, понимаете? Кто когда-то болел гриппом? Это страшная болезнь. Я когда-то вот болел только простудой. Ну, лежишь там, чаёк пьёшь, да, с облепихи, очень вкусный. И это как бы легко, да? Но когда вот заболеваешь гриппом, это состояние, когда ты просто не можешь вот так вот трясёт тебя. Это очень плохо. И вот это вот такая же болезнь, только духовная. И с этим нужно справляться. Это нужно побеждать. Это нужно пресекать. И если это ты слышишь эти вот сплетни, нужно говорить, нужно поступать по Писанию. Да, Писание говорит, что подойди к брату, или подойди к пастору, или подойди к лидеру, и разберись с этим. Но не варись в этом, не заражай других людей, потому что этим ты не приносишь благословения. Через это враг может приносить проклятие. Кто имеет ухо, да слышит, Писание говорит. И то есть мы говорили, что это могут праздные люди, это могут лидеры церквей быть, начальники на работе, мужья, жёны и так далее. И хорошо вообще в своей жизни делать такую ревизию и говорить, Господь, покажи мне, есть ли в моей жизни такие люди, которых мне необходимо простить. Может, это было в детстве, может, это было в школе, может, в армии были, там избивали, может, кого-то. Кто-то там на кого-то напали, понимаете? Есть страх, с которым не разобрались. То есть много вещей. Идём дальше. Простить наших предков, которые своими грехами оставили от нами спорченное духовное наследие. Плач Еремия, 5 глава, 7 стих. Отцы наши грешили, их уже нет, а мы несем наказание за беззаконие их. Ну вот здесь вот можно привести пример, как коммунизм. Предыдущее поколение, в котором мы жили, мы построим светлое будущее. Я помню, когда в школе я учился, это ещё было до падения коммунизма, на уроке пения нас заставляли петь такие песни. Пускай кто слабее молится, а мы будем петь. Вот такие слова были в песне. Или, допустим, Ленин жив, Ленин жив и Ленин будет жить. То есть всё вот такое в таком духе. И вот это вот, какое вот проклятие пришло как результат, какая разруха пришла как результат на целую нацию. Какое проклятие пришло на целую нацию. Отцы были украдены, потому что они вынуждены были работать на трёх работах. Отцы спивались в алкоголе и так далее. То есть как следствие нам нужно простить предыдущее поколение наших предков за то, что они позволили этому прийти в нашу жизнь. Либо же, если человек вырос в семье алкоголиков, в зависимой обстановке, где были зависимые люди, и он сам стал таким же. Нужно простить своих родителей за то, что они показали ему такой пример. В психологии это называется заученное поведение. То есть то, что человек видел, то, с чем он вырос, то, что он видел, он так и поступает, он таким же и становится. И более того, есть такое понятие, как горький корень осуждения. То есть когда он это видел, и он говорил, что я никогда не буду таким, как мой отец. То есть казалось бы, ну хорошее слово, я никогда не буду таким, как мой отец, потому что отец там всё крушил и всё. Но за этим стояло осуждение. За этим стоял горький корень, который образовался в сердце. И Писание что говорит? Что посеем мы, то и пожнём. То есть то, что он говорил, этот горький корень, он работает так, что то же самое происходит уже в его жизни и даже больше. То есть он становится таким, он становится насильником, например, и ещё больше, чем его отец. То есть это последствия этого горького корня осуждения. Дальше идём. Возможно, нам необходимо простить самих себя. Простить самих себя. Дальше, следующий слайд. И зачастую это может быть трудным, потому что от себя мы не убежим. И все мы когда-либо в жизни совершали ошибку. Были такие люди? Или все безгрешные? Бывало такое, совершил, но страшную ошибку какую-то, либо стыдную, позорную. Я помню, что однажды отец меня познакомил с каким-то высокопоставленным человеком. И было мероприятие там какое-то, мы все сели, и я своему другу повернулся, и я говорю, отец меня сегодня с такой шишкой познакомил. Оборачивайся, он рядом сидит. И бывает, делаешь какие-то глупые вещи, понимаете? Ну, какой-то глупый он сделал. И из-за этого, знаете, что дьявол делает? Всё. Ты совершил непростительный грех. Однажды мы молились за человека, который был в психбольнице, он утверждал, что он совершил непростительный грех. И всяческие попытки доказать ему, что это не так, что Господь тебя прощает, что Господь тебя любит, нет и всё. И в конце концов покончил жизнь самоубийством. То есть это то, как хочет дьявол, чтобы мы закончили. Но да не будет так. И поэтому, когда дьявол напоминает нам, что мы совершили непростительный грех или что-то страшное, ещё нужно идти, потому что ещё мы не закончили. Дьявол напоминает нам, что мы сделали что-то, мы должны напомнить ему, а что говорит Слово Божие. Понимаете, Слово Божие — это зеркало для нас. Написано, что Он убелит наши грехи, как Запад от Востока, Он не вспоминёт их. И поэтому простить себя — это очень важно. Необходимо покаяться в том, что мы часто видим Бога в наших бедах. То есть что-то не получилось — Бог виноват. Вот человек как-то сказал мне, ну вот я пробовал, я молился, я там поднимал руки, я приходил в церковь, и я пробовал целую неделю. Оно не работает. Всё, Бог не помог. И знаете, Бог виноват. Кто-то там умер — Бог виноват, знаете. Но прежде всего мы должны смотреть в своё сердце, а что мы сделали для Бога, а как мы себя вели перед Богом. И это, Бог не создал нас роботами, поэтому мы делаем ошибки, мы приступаем к границе, которые сказаны в Писании, и поэтому сатана работает. Следующее. Мы должны покаяться в том, что обвиняем людей в других своих бедах. Знаете, часто человеку присуще то, что он перекладывает проблему, перекладывает вину на других людей. Это из-за того, это из-за того, это из-за того, на нас не обратили внимания, с нами не поздоровились, нас осудили, нас не поставили в служение, нам ещё что-то не сделали. И часто мы как бы переводим стрелки. Вместо того, чтобы работать над собой, мы говорим, что это его вина. Это то, как работает враг. Прежде всего, мы должны смотреть на своё сердце. То есть, возможно, у нас неправильное восприятие, возможно, мы неправильно воспринимаем. Будь первым тем человеком, который подойдёт в церковь и поприветствует кого-то. Будь тем человеком, который подойдёт и ободрит кого-то. Ты сегодня хорошо выглядишь, у тебя хорошо получилось, ты послужил, вот какой хороший лагерь был вообще молодёжный. Это такой бесценный вклад в молодёжь. Подойдите, сделайте этот комплимент. Понимаете, будьте другими людьми, будьте другого духа. Вместо того, чтобы говорить, что это из-за него, или ещё, я такая жертва, стройте себя жертву. Вместо этого будьте человеком, который прощает. И чувство досады и горечи, которое посещает человека, при этом, оно всегда разрушительно. И не важно, что сделали вам люди, не важно, что сделано нам государство. Однажды люди копили всю свою жизнь, знаете, на книжках там когда-то, копили рубли, да, помните? И потом люди проснулись, и за эти тысячи, которые накопили, они купили буханку хлеба. Они потеряли всё. И за это нужно простить государство, которое так поиздевалось над людьми. То есть, неважно степень, которая против нас поступила, степень зла, которая была против нас, Бог не приемлет в качестве нашей реакции обиду, непрощение, ненависть и тому подобные вещи. То есть, несмотря, как с нами поступили, Бог не принимает в нашего сердца такой реакции. Я помню, учитель наш по спецтехнологии, он как-то преподавал свой предмет, и у него была такая длинная указка. И он что-то там показывал, рассказывал там. И потом, он говорит, как-то его понесло, и он начал рассказывать, как раскуркулили его деда. И он говорит, что было то, было столько маедков, были там рогатые худоба, там всё было, 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 всё забрали, выслали в Сибирь. И он в такую ненависть вошёл против коммунизма, и он начал этой линейкой со всей силы бить по парте, пока он её не сломал. То есть, сколько вот непрощения и ненависти было в человеке, что он как бы перед своим всем классом это сделал. Но Бог не принимает такой реакции, потому что последствия горечи влияют на три части нашей личности, на дух, душу и тело. И знаете, если человек с этим не разбирается, человек может даже сойти с ума от непрощения. То есть, он в этом настолько будет закрываться, как мы говорили об этом человеке, который покончил жизнь, что всё, он просто сходит с ума. Следующий момент. Чем третий пункт? Чем прощение не является? Ну, здесь стоит сказать, что прощение это нелегко. Для нас, кстати, прощение это бесплатно. Мы можем просто сказать, я прощаю. А подумайте для Иисуса, какую цену он заплатил. Ему это стоило жизни, чтобы нам сейчас это было бесплатно. Это нужно помнить. Чем прощение не является? Прощение не означает забыть происшедшее или отрицать гнев на несправедливость и боль. Что-то сталось с моей памятью, я потерял память, у меня амнезия, я ничего не помню, всё, я простил. Так это работает или нет? Нет. Мы будем помнить, но когда мы простим, у нас не будет уже вот этой горечи при воспоминании об этом. И это будет индикатор того, что мы простили. То есть, после прощения мы будем чувствовать мир при воспоминании о произошедшем. Следующий момент. Прощение не означает, что обидчик отныне призван невиновным, и его грех против нас уже ничего не значит. Это не значит, что мы оправдали человека. Всё, ты не виноват, иди, я тебя простил. Это значит, что мы отпускаем человека. Возможно, человек сделал преступление, он сядет за это в тюрьму. Но мы можем его простить за это. Понимаете? То есть, здесь чувствуйте разницу. Мы не оправдываем, мы отпускаем. Прощение нельзя использовать для того, чтобы закрыть глаза на правду и избежать необходимой конфронтации. Прощение, это не означает, что если что-то безбожное происходит, мы должны молчать. Помните, когда Иисус вошёл в храм, и там торговщики, там вот это всё было. Он взял и перевернул эти столы. То есть, иногда, возможно, придётся конфронтировать и сказать, то, что происходило, или то, что ты сделал, это было безбожно, это так неправильно поступать, и нужно с этим разбираться. Это не значит, закрыл глаза и всё покрыл благодатью. То есть, Иисус не сделал вид, что ничего не произошло, когда Он нас прощал. Прощение не означает, что наш обидчик теперь нам что-то должен. То есть, если ты прощаешь, это не означает, что теперь тебе принесут, не знаю, слиток золота или тысячу долларов как компенсацию. Ты прощаешь, и ты отдаёшь это Господу, и это бесплатно. Прощение не основывается на наших чувствах. Часто человек думает, что если ему нужно простить, значит, он должен почувствовать. Когда же я почувствую, когда же меня отляжет, да? И он ждёт и не дождётся всю жизнь. Прощение — это прежде всего в разуме. Три уровня прощения. В разуме мы понимаем, что нужно простить. Первый уровень. Второй уровень — это мы принимаем решение своей воли. Я принимаю решение простить этого человека, несмотря на то, как я чувствую. И третий, самый высокий уровень прощения — это когда мы прощаемся со своими эмоциями. Когда мы плачем, когда мы перед Богом свой гнев изливаем. Помните, как Давид, да? За своих врагов. Когда мы говорим «Господь, я бы хотел и то, и то, и то, и то у меня на душе, но я даю это тебе». Вот это вот с эмоциями прощения. И теперь поговорим прощение. Четвёртый пункт. Что такое прощение? Прощение — это осознание греха, совершённого против нас и сознательный выбор Божьего пути, когда мы отказываемся от мести. То есть мы понимаем, что с нами произошло, мы отказываемся от своего права мести, и мы принимаем «Господь, а принимай твой путь». Второе. Прощение — это готовность признать, что на самом деле находится в нашем сердце, когда против нас согрешили. То есть что в нашем сердце? Может, там ненависть, может, мы хотим кого-то убить из-за этого, может, мы хотим кого-то задушить, а может, там депрессия уже, потому что мы подавили все эти чувства и не отдали их Богу. И может, мы уже в церковь не ходим из-за этой депрессии. То есть что на самом деле? Иеремия 17 глава здесь есть. То есть чтобы Господь проник и испытал наши внутренности. Сказать Богу об этих чувствах. Третье. Предоставить Богу право мести. Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добрым перед всеми человеками. И написано, «Если возможно, с вашей стороны будьте в мире со всеми людьми». То есть, Господь, я отдаю тебе это право. Я отдаю, и я отпускаю этого человека в свободу моего прощения. Выбрать милость суда. Иакова 2 глава 12-13 стих. «Так говорите и так поступайте, как имеющие быть судимы по закону свободы. Ибо суд без милости не оказавшему милости». Знаете, какие вот сильные слова? Суд без милости не оказавшему милости. Милость превозносится над судом. Я помню высказывание моего преподавателя по иностранному языку. Она говорила так. «Давайте посмотрим на это глазами милосердия». Она была католичкой. И вот так она говорила. То есть, несмотря на то, что было сделано, милость превозносится. Следующий момент. Не ожидать, когда обидчик попросит у нас прощения или заслужит его. То есть, мы не ждем, пока у нас попросят прощения. Мы сами прощаем. Следующий момент. Прощение – это решение перестать себя жалеть и считать жертвой. Многим людям нравится жалеть себя. Но я скажу так, что самосожаление – это грех. Жалость к себе – это грех. Многие люди настолько им как бы они подпитываются этим чувством. Вот я жертва, я жалею себя, вот я такой бедный. А другие подходят. Да, ты бедный. Да, да, да. Как тобой все? И вот это вот лелеет такое вот состояние. Но на самом деле это греховное состояние, потому что нам нужно выйти из этого состояния. Нам нужно простить и двигаться к свободе. То есть, нам нужно стать даятелем прощения вместо того, чтобы быть жертвой. Еще раз. Нам нужно стать даятелем прощения вместо того, чтобы быть жертвой, оставаться жертвой. Мы становимся над, а не под. Там во второзаконии есть хорошее место, где сказано, мы становимся над, а не под, мы становимся головой, а не хвостом. То есть, хочешь ли ты быть в победе или ты хочешь быть в поражении? Ты хочешь быть головой или хвостом? То есть будем мы рассказывать всем, что мы жертвы, с нами так поступили, либо мы простим и будем двигаться с Богом. Как мы прощаем? Мы подходим к концу, братья и сестры. Как мы прощаем? Мы признаем, что прощение начинается с волевого решения в сердце, которое хочет угодить Богу. То есть это не эмоциональный порыв. Вот я почувствовал, я прощу. Мы понимаем. Иисус хочет, чтобы мы были подобны Ему. Он прощал всегда, и Он учил нас. Второй момент. Необходимо разделять понятие грех и грешник. Помните, женщина, спойманная в прелюбодеянии. Это хороший пример, как Иисус разделял грех и грешника. То есть Он любил грешника, эту женщину, и Он отпустил ее, но Он ненавидел грех. Он говорит, иди и прежде не греши. То есть мы должны разделять. Мы любим людей, но мы ненавидим грех. Бог любит нас, но Он ненавидит грех, если мы согрешаем. Аминь. Мы просим Духа Святого помочь нам прощать, как Христос. Римлянам 5 глава, 5 стих. Бог излил свою любовь на нас, чтобы мы могли прощать. А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась сердца наши Духом Святым, данным нам. Следующий момент. Прощение — это не просто одноразовое заявление. Бывает такое, что рана очень глубокая и серьезная, и потребуется время, чтобы простить. Некоторые люди говорят, я не могу простить. Но он сволочь, но он так поступил со мной, я его не прощу. И мы объясняем, возможно, тебе тяжело. Давай мы вот так вот, шаг за шагом. Знаете, как лук вы чистите? Один слой сняли, второй. Второй, третий, четвертый, пятый, шестой. И человек прощает постепенно. И он возвращается к этому и опять прощает. И это нормально. Это Бог работает, и Он исцеляет сердце человека, потому что там есть еще боль. Там есть еще эмоциональная боль. И тут Иисус нам говорил, сколько прощать, когда Его спросили? До семижды семидесяти раз. То есть мы прощаем снова и снова. Прощение может казаться легким, если недооценивать свою боль. То есть нужно понять, какая боль нам была нанесена. И прощение наших обидчиков готовит нас к принятию исцеления и утешения от Иисуса. То есть прощение – это шаг к исцелению. Многие люди, они не получают исцеления из-за того, что они не простили. И поэтому, возможно, если у тебя есть такая проблема, задай этот вопрос Господу. Теперь я бы хотел, чтобы мы помолились сейчас. Это очень важная тема была, поэтому нам нужно сейчас помолиться. И будьте сейчас открыты перед Богом. Если кто-то сможет поиграть на клавишах, это будет хорошо. Будьте сейчас открыты перед Богом, чтобы Господь сейчас провел свою работу в вашем сердце. Постарайтесь не отвлекаться сейчас, чтобы сейчас мы могли разобраться с каким-либо непрощением в наших сердцах. Давайте будем молиться. Дорогой Отец Небесный, я прихожу к тебе во имя Иисуса. И я сегодня слышал это слово. Господь, Ты показал нам самый большой пример прощения. И даже вися на кресте, даже переживая такую боль, даже переживая такую агонию и страдания, Господь, Ты все равно принял решение прощать. Ты все равно принял решение отпустить, Господь, и отпустить нас, и дать нам это прощение, которое мы не заслужили. И, Господь, сейчас я принимаю решение актом своей воли простить всех тех людей, которые согрешили против меня в моей жизни. Дух Святой, покажи мне сейчас, кого мне нужно простить. Возможно, это мой отец, возможно, это моя мать, которые не дали мне что-то, что должны были дать, или которые, наоборот, издевались надо мной, или еще что-то делали, не была честивая. Возможно, это мой супруг был, который оставил меня, или супруга. Возможно, еще какие-то родственники, близкие, знакомые, учителя, которые могли, говорят, Ты бесовы, из него ничего не выйдет, восемь классов ему, и все, идти на стройку и так далее. Все эти слова, которые были сказаны. Попросите сейчас, чтобы Дух Святой показал вам эти слова. Дух Святой, я прошу Тебя, покажи сейчас эти слова. Напомни эти слова, Господь. И сейчас скажи перед Богом, Иисус, я принимаю решение простить, и назови этого человека, назови имя этого человека. Если это родители, скажи, я прощаю своих родителей. Скажи, за что ты их прощаешь. И скажи Богу, что у тебя было в сердце. Господь, я отдаю Тебе сейчас всякую боль. Я отдаю Тебе непрощение. И я прошу прощения за горечь в моем сердце, которую я допустил. Я прощаю, Господь, своих начальников, своих лидеров, всех людей, которые были надо мной, которые поступили несправедливо. Из-за этого я пострадал, может быть, потерял работу, может быть, еще что-то случилось. Я принимаю сейчас решение простить этих людей. И прости меня, Господь, за то, что у меня осталась горечь, с которой я не разобрался. Горечь против этих людей. Я отдаю это Тебе. Я отдаю Тебе всякие чувства. Непрощение, обиды. Господь, я не хочу, чтобы в моем сердце была обида. Я не хочу, чтобы в моем сердце было непрощение. Освободи меня от этого сейчас. И сейчас во имя Иисуса Христа я связываю всякий дух непрощения, обиды и горечи, разочарования, которые приводят к депрессии. Я повелеваю Тебе сейчас убраться вон во имя Иисуса. Я повелеваю Тебе оставить народ Божий сейчас во имя Иисуса Христа. Пошел вон во имя Иисуса. Тебе нет места среди народа Божьего. Скажи, я отрекаюсь от всякой обиды. Я отрекаюсь от всякого непрощения, которое в моем сердце. Я принимаю решение оставить это во имя Иисуса Христа. Господь, исцели мое сердце. Исцели мое сердце от всякой обиды. Исцели мое сердце от всякого непрощения и горечи, Господь. Я хочу чувствовать Тебя. Господь, убери всякое препятствие, которое образовалось из-за этого между мной и Тобой Господь, убери это сейчас Убери всякую преграду Убери медные небеса, Господь Пусть небеса сегодня откроются надо мной Пусть исцеление сегодня придет в мою жизнь, Господь, во имя Иисуса Христа Проговори сейчас ко мне, Господь Проговори и наполни меня своим духом Наполни меня своим духом Наполни меня своим духом, Господь аллилуйя аллилуйя принимай сейчас от господа принимая его наполнение господь исцеляй сейчас сердца группа прославления приглашаю вас на сцену мы поклонимся господу еще аллилуйя спасибо отец спасибо за твою работу среди нас спасибо господь аллилуйя давайте будем в молитвенном таком пребывать настроение спасибо будем благодарить господа спасибо господь спасибо за то что ты умер на кресте ты дал мне прощение прежде всего ты простил меня господь я благодарю тебя за то что ты обновляешь сегодня мое сердце что ты освобождаешь от всего ненужного господь от всего что накопилось там годами и господь я хочу быть тем человеком я хочу быть учеником твоим господь который будет исполнять твое слово который не будет просто слушателем господь но которым будет исполнителем твоего слова господь аллилуйя господь я принимаю все что ты имеешь для меня господь во имя иисуса христа по имя иисуса христа аллилуйя